Да пребой с вами Силушка! Дорогие зрители, мы продолжаем играть за нашу джедайку, за нашу Асоку. И в предыдущей серии мы узнали, что колонистам угрожает опасность. Маленькой колонии республиканской некий Сид собирается напасть. Мне нужно спасти колонистов до того, как я смогу спасти доктора. Ну что ж, погнали. Погнали спасать. Садимся на нашего... на нашу зверюгу. Думаю, в этой серии, возможно, мы закончим прохождение сюжетки на Тарисе. Вот. Там совсем немного вроде бы осталось. Вот сейчас разберемся с колонистами. И там, по-моему, сразу же за доктором отправимся. Которого захватил, кстати, в предыдущей серии этот агент, короче, империи. Вот. Именно он нас, кстати, отправил спасать колонистов. Но только чтобы отвалечь. Вряд ли он хочет, чтобы выжили... ...эти бедные... ...бедные поселенцы. ...пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мазончик. Мазончик. Елзрин. Ребят, вам надо отсюда эвакуироваться срочно. Сюда Сид идет. Добро пожаловать, мастер-джедай. Как наше поселение заслужило такое удовольствие видеть вас? Вам нужна и еда, и вода? Все, что у нас есть, все ваше. Ой, какие добрые людишки-то, а? Молодцы. Вы в опасности, ребятки. Сид хочет убить вас. Я здесь, чтобы защитить вас. Сид? Но почему мы? Мы ничего не сделали. С каких пор Сидам нужна причина, чтобы убивать людей? Это ужасно, мы к этому не готовы. Не волнуйтесь, я с вами. Я вас спасу. Тогда вам не надо было возвращаться в мир, который больше не ваш. Тарис принадлежит Сидской империи. Сейчас и навсегда. Даже мои звери это понимают. Да, кстати, я как-то говорил, что не буду переводить по ходу, но, видимо, опять рефлекс сработал, и я опять начал переводить. Надо хотя бы диалоги потише сделать. Наверное. Проверим на видео. Ты слишком много на себя берешь. Твои знания не завершены. До того, как ты умрешь. Удовлетвори мое любопытство. Мое задание было втайне. Как ты об этом узнала? Можно сдать Watcher 1, агента этого. Тебя предали изнутри. Ну, не будем конкретно указывать на этого Watchera. Ты не можешь доверять собственным людям, поэтому империя падет. Я доложу Дарту Ангрелу о брешье в безопасности, но сначала о главном. Мои зверьки хотят поиграть, а ты готова поиграть? Готов. Я готов. Я готов. Я готов. Давай покажи, на что способна. Так, ну... Это больше не тяжелое испытание, хотя когда-то это задание убить вот этих двух зверей было очень сложным. Вот, сюда с хилом ходил. Теперь и танка достаточно. Да и без танка вообще можно одному всех убить. Погнали. Теперь это не так впечатляет. А жаль. Все, первый готов. А мне даже и удар не нанесли. Хотя нет, один раз ударили. Да, легко и просто. И у меня инвентарь забит, как всегда. Я еще не сталкивалась с существом, которое могло бы меня остановить. Вы должны умереть от моей руки, или должны были? Она говорила, когда я говорил, поэтому я не расслышал. Че она там ляпнула? Лежать. Рора Сик. Ее звали. Елзерин. Все, все прошло. Сид мертв. Не прячь лицо. Этот Сид и ее звери. Если б тебя здесь не было, они бы разорвали нас. Наше поселение новое. У нас есть свежие запасы продовольствия. Возьми их. Возьмите свои припасы и уходите. Может, Сид еще вернутся? Давайте так и скажем, пусть уходят. В другом месте пусть поселятся. Сиды вернутся. Не будьте тут, когда они придут. Жизнь на Тарисе будет сложна, но я не представлял, что настолько. Я рада, что мы это сделали, но нам теперь нужно разобраться с Ватчером, короче говоря. Говорит Кира. Кира Найтли. Кира Карсон, конечно же. Ну что ж, Кира, погнали теперь к агенту. Надеюсь, он ничего плохого доктору не успел сделать. И надеюсь, доктор не раскрыл наши тайны врагу. Так, это где, кстати? База рядом, не буду телепортироваться. Точнее, такси рядом. Нам не эта база нужна. Так, дай-ка гляну, где это. Где эта дурацкая зада... А, понятно. Нам сюда. Вроде бы. До сих пор понять не могу, зачем республика тратит ресурсы на восстановление этой планеты. Когда идет холодная война. Все ресурсы на войну. Но, видимо, республике удастся восстановить эту планету. Хотя, ситы в итоге вернутся и всех отсюда выжмут. Уж не знаю, как Суреш стала канцлером. Если она тут проиграла ситом. Видимо, джедаи потом опять вернулись и опять отжали планету. Немного не туда все-таки прилетел. Нам надо было на южный аванпост. Ну, хотя разница небольшая. Так, здесь где-то кодекс. Вот этот камешек. Природа Тареса, короче говоря. Можно, наверное, так перевести до того, как Дарт Малак с орбиты бомбардировал Тарес. Тарес был умирающим миром. Индустриальное загрязнение. Повредило океаны. И химикаты, и токсины. Отравили... Фундамент, короче, городов. Ну и так далее. Блин, я не буду это читать. Там слишком много всего. Но этот мир, видимо, умирал еще до того, как его разбомбили. Так, нужно продать мусорок. Немножко освободили. И починемся. Сколько у меня денег, кстати? 173, как-то маловато. Беги, беги, джедай. Я за тобой. Думаешь, я пойду? Ах, ты засранец. Смотри, какой хитрый. Да не, не, не. Нет, друг. Нет, деклайн. Не буду я с ним в группе бегать. Он наверняка идет по куче других заданий. А я только по одному. Так, я даже дроп брать не буду. Где мой стелс? Так, стелс. Стелс на тройку, что ли? Да. На F3. Уже забыл. Рак-гулы. Рак-гулы, если кто не знает. А мы бы немножко узнали бы историю этого мира, если бы делали сайд-квест. Это и такая зараза, которая поражает людей. Они превращаются вот в таких вот монстриков. Ситы, по-моему, занесли эту заразу. В свое время. Блин. У этого, у агента империи, по-моему, есть доктор некий. Который, кстати, и рак-гул. Но он может превращаться в рак-гула и обратно в человека. Он превратил эту заразу в свое преимущество. Взял под контроль, так сказать. Так, тут мы, короче, взорвем вот так. Опа. Лежать. Кира тоже умеет прыгать. Вот это да. Доктора мне на бочку верните, плиз. Поганая имперция. Так, они с Ангралом общаются. Лорд Анграл, я закончил допрос. Передаю вам отчет. Твоя эффективность замечена. Отвези доктора Гудерна Дроманд Касс. Ты не говорил, что работаешь на Анграла. Что это? Объяснись, Уотчер. Чтобы обеспечить победу, он скомпрометировал себя перед джедаем. Ты скомпрометировал себя и работаешь с джедаем, который убил моего сына? Ты сбежала от меня на Орд Монтеле и на Наршаде. В этот раз тебе так не повезет. Это он уже ко мне обращается. Твои угрозы, это шутка. Ты... Слишком выпендриваясь, короче, так переведем. Мы скоро встретимся, и ты будешь молить о пощаде. Уотчер, привези ее живой, я убью ее лично. Мне нужен этот джедай. Как скажете, Лорд Анграл. Уотчер хотел... Не хотел этого делать. Ты понимаешь? Я рекомендую тебе отверстия. Когда Анграл сказал Уотчеру доставить меня к нему, он сказал, я должен уважать заключенную сделку, но Анграл его не послушал. Мы же сделку с ним заключили, мол. В предыдущих сериях. Извини. За то, что отменяю нашу сделку, но у меня есть приказ. Ты понимаешь? Я рекомендую тебе сдаться. Ты просто инструмент Анграла. Ты просто раб ситов. Быть хорошим служителем, это не значит быть рабом. Я думал, джедаи это поймут. Это не тот конец, который я бы выбрал. Да. Эй, да сколько станов вы на меня вешать будете? Забавно. Он повесил стан на меня, а не на Киру. Так, ну что ж, ты проиграл, дружище. Ты проиграл. Где доктор? Дарт Анграл недооценивает тебя. 20 лет. Я избегал стать жертвой безумия ситов. Но приказ есть приказ. Короче, 20 лет он избегал момент, когда он станет жертвой. По приказу ситов. Вот что. Вот как это можно перевести. Я тебе сочувствую, друг. Но он приказы выполняет, е-мое. Мне как-то не хочется его обижать. Я надеялась, что эти события закончатся лучше. Я служил империи как мог. У меня нет сожаления. К сожалению, ты победила. Как ты собираешься продолжать? Давайте его отпустим. Я хочу его отпустить. Мне интересно, встретим мы когда-нибудь его потом? По сюжету. Может он высунется там где-нибудь в финале, как было у Ситха Война. Я не буду спойлерить. Может кто-то из вас, из зрителей не прошел за Ситха Война. Но там есть персонажи, которых можно было убить. Но я не убил. И они появились в конце. Это прикольно было. Давайте иди, короче. Ты ты свободен. Анграл убьет тебя. Ты не можешь вернуться в империю. Иди. Найди новую жизнь в республике. Ты можешь увидеть, что мы не враг, которым ты нас представляешь. Только глупец оспаривал бы такое предложение. Спасибо. Пожалуйста, друг. Возможно, наши пути снова пересекутся. До встречи, джедая. Кстати, видите, он даже намекнул. Он даже намекнул, что наши пути могут пересечься когда-нибудь. Очень интересно. Посмотрим, как там будет дальше. Доктор Гудера. Доктор Гудера. Вы в порядке? Я рыцарь джедаев, которого послал джедаев. Тьфу ты. Генерал Варсутра. Империя дала ему сыворотку правды. Я не мог сопротивляться допросу. Я полагаю, ты собираешься доставить меня на Коросант? Я по хорошей причине оттуда ушел. Улетел. Расскажи, почему. Республика сама себя обрекла с этим договором. Империя просто взяла стратегическую пазу в борьбе собрать силы и нанести последний удар. Сенат не послушал монументальную игнорность. Демократия не идеальна, друг. Сенат Украина основана свободой выборов и сделает ошибки. Но она может их корректировать. Я надеюсь, что мудры, которые в силу, когда я уехал, были ввозены от офиса. Если это уже не началось, война исчезает. Я готов к борьбе. Может, это время, я вернулся. Закрите войну и отберите империю для доброго. Ну, короче, я сказал ему, что демократия не идеальна. Люди делают ошибки, но также они их исправляют. Ну, то есть Асока, так сказала наша Асока. Вот. А он сказал, что надеется, что тех глупцов уже уволили. И он готов вернуться. Поработать еще немножко на благо республики. Так что такие делишки, такие дилды. Дилды-балды. Все, пора возвращаться в космопорт. Нам куда-то сюда. Еще поговорить на корабле с генералом Варсунтой. Задание мы не уверены, что мы справились с ним. Доктор уже все-таки вкололи своротку правды. И Watcher One так смог отправить отчет о допросе. Что он там узнал Ангралу. Так что джедаи, как всегда, не успевают. Только это теперь мой джедай, никуда не успел. Асока, давай. У тебя же большой опыт. Нельзя быть на шаг позади. Нужно быть на 10 шагов впереди. Так, нам плюшки какие-то раздают непонятные. Заберем. Что это такое вообще? Мини-магл. Summon the mini-muggle NM1. Ай, нафига. Мне это не надо. Да. Кири кажется, что она стоит на открытой могиле. Ну, город ей могилу открытую напоминает. Губернатор Сурэш. Я не помню, какая нас следующая планета ждет. Я говорю вам, агент, этот джедай никогда не проигрывает. Так, подождите. Блин, это Сурэш, блин, и ее треп, который постоянно возникает, мешает. Я не слышу, о чем говорит варсунта и его новый друг. Говорил, агент, этот джедай никогда не подводит. Моя команда пришла помочь вам. Мы нашли, что ватпост был уничтожен и предположили худшее. Расскажешь нам, что произошло? У нас есть неподтвержденные данные, что мастер-шпион, имперский шпион, короче, Watcher One, находится на Тарисе. Он улетел. Он был здесь, но он ушел. Он больше не служит империи. Глава САС захочет услышать это. Готовы ли вы вернуться домой, доктор Гудера? Зависит. А вы готовы воевать? Конечно, готовы. Агент, привезите доктора Гудера на Коросонт немедленно. Свяжись со мной с корабля. Варсунта, out. Ну, значит, ты прощай, ты спасла мою жизнь, и я должен тебе. Джедаи не ведут счет. Не только мне, вашему дроиду тоже. Мы, кстати, дроидаш, его память сохранили, надо отдать. Без вашего дроида я бы вас не нашла. Имперцы уничтожили его, но я ядро памяти сохранила. Рэма, мой любимый. Спасибо, что собрала его части. Я соберу его. Жду не дождусь, когда смогу собрать его. Измени его... Измени его характер, дружище, а то он оскорбляет людей. Он тоже очень нанесен. Может быть, ты можешь решить это, тоже. Не без памяти, Блайп. Я никогда не сделала это в таком дроиде. Но он сказал, что не будет этого делать, потому что для этого надо стереть память дроиду. Работая над Риму, поездка до Корасанта пройдет быстро, сказал доктор напоследок. И попрощался. Что ж, возвращаемся на корабль. Уже не помню, что там за следующей планетой. Кстати, Тарис... Балмора, что ли? Не, Балмора уже была. Не, или не было. Балмора это у Империи. Одна из стартовых планет. Ну, сейчас узнаем. Нет, это будет пустынная планета Татуин. Точно. На Татуине, возможно, выполним второстепенное задание. Посмотрим. Там довольно неплохая сюжетка с корпорацией Черка и истории Роката, скажем так. Каким-то искусственным интеллектом Роката. Что-то типа того я уже не помню. Как раз и вспомним. Да, все-таки сделаем второстепенное задание. На Татуине. Но пока поговорим с Варсунтой. Генерал, доктор Гудера на пути к вам. Не представляю, что бы Империя с ним сделала, если бы не я. Ты также спасла колонистов от убийцы ситов. Колонистам очень повезло, что ты показалась там. Как ты узнала, короче, он спрашивает. Как ты узнала о том, что ему угрожает опасность? Это так можно. Watcher One мне подсказал. Империальный спи-мастер мне сообщил, что ситов был планом. Движение в противных рамках? Интересно. Мы надеемся, что еще есть. Слово здесь может быть сделано, но это не закончилось. Генерал Варсунта говорит, что открылась тактическая... Ну, сначала по поводу Watcher One. Он сказал, что дивижен... Ну, дивижен, я не знаю, как перевести, как это еще переводится, кроме как дивизия. Или типа того. Но он имел в виду, что предатель в рядах Империи. И надеюсь, что таких предателей скоро станет много. Вот что он там говорил по поводу того, что Watcher One нам помог защитить гражданских нотарисей. И тут говорит, что открылась тактическая возможность. Некий адмирал Хакалан хочет перейти на нашу сторону. Он служит Ангралу. Вот. Кира, я не помню, что она там сказанула-то. Что-то делал этот адмирал во время допроса. Ее допроса на этом самом... На Ордмантеле. Короче, адмирал в бегах. Есть неподтвержденные доклады, что Хаклин получил на свою спину метку смерти. Короче, за ним охотится. Ему нужна защита. Звучит подозрительно. Вообще-то похоже на ловушку, дружище. Один из главных людей Дарта Ангралла стал предателем слишком удобно. Это очевидная ловушка. До того, чтобы мы знаем, что так же, мы должны верить, что это реально. Хира, очевидно, получил впечатление на адмирала Орд Мантел. Он говорит, что он только отрежет к ней. У меня плохое ощущение о том. Нет времени, чтобы договорить. Адмирал Хаклин ждет тебя, и никого другого. Я сказал, что он ждет тебя в старом астероидном фасиле. Я отрежу координаты сейчас. Ну, на наши подозрения, Варсунто сказал, что генерал будет не первым, кто перешел на сторону республики. Нужно проверить, и он хочет, чтобы встреча прошла с Кирой. Чтобы Кира его забрала. Мол, она произвела на него впечатление на Орд Мантеле, видимо. Я сказал ему ждать нас в старом астероидном горнодобывающем здании, короче. Я загружаю координаты. Мы привезем адмирала. Будьте там осторожны. Ну, это очевидная ловушка. А он берет, посылает своего лучшего агента в эту ловушку. Е-мое. Адмирал Варсунто. Ой, генерал. Вы какой-то... Не очень умный. И причем этот Хаклин еще условия нам ставит, с кем встречаться и где. Если бы мы ставили условия, тогда еще другое дело. Так, ну я думаю, в этой серии мы уже закончили. Отправимся спасать Хаклина. Или в ловушку. Не знаю, как получится. В следующей серии. Вот. А пока что я с вами попрощаюсь, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И увидимся в следующей серии. Всем пока.